Всем доброго времени суток! С вами Елена и сегодня у меня по хвостушке. Что же я прикупила на очередном завозе орхидеи? Долго думала с чего начать. Вот. Это желтая фабрика. Камера съедает немножко цвет. Она бледно-желтая. Это не бежевая фабрика. У нее даже листья другие, чем у бежевой фабрики. У нее камера делает листья ярче. Они у нее бледно-бледно-салатовые. Но прям вот бледнее некуда. Аж в желтизну уходящий. И вот такой вот краб. У бежевой фабрики совсем другие листья. Я этого уже знаю. У меня это шестая фабрика. Получилось, что коллекция фабрик растет. Было бы здорово, если бы они все вместе одновременно зацвели, чтобы можно было сравнить. Но вот жаль. Камера уводит ее в такой бежевый... Нет, она бледно-желтая. Такая бледно-желтая, светящаяся. Очередная девчоночка фабричная. Красота. Ну, сейчас покажу. Очень вот такая маленькая аккуратная розетка. Вот от такого садовника. Вот с такими замечательными корнями. И там в горшке даже есть растущие корни. Вот такая красавица появилась у меня в коллекции. Вот жаль. Камера даже цвет листа не хочет передавать таким, какой он есть. Он совсем светлый. Ну, вот прям очень светлый. А камера делает его ярко, каким-то темно-зеленым. Так. Ну, вот похвасталась. Красота, да? Из тех всех орхидей, что я купила, наверное, она оказалась самой простой. Я знала, что будет желтая фабрика. Мы с Юлей обсуждали это. Я бронировала. Ну, вот. Вот такая вот у меня новинка. Ну, и сейчас покажу орхидеюшку, которую я даже вот не мечтала вот так вот запросто купить. Вот. Посмотрите, какая милота. Какая же она классная. Вот ее цвет камера передает правильно. Гляньте. Какая прелесть. Я давно ее хотела. Я ее искала. Ну, думала уже, загожу подростка. Тут заезжала в цветочный. Юля составляла прайс. И я прям уговорила ее заказать. Когда вчера получили, она мне говорит. Это вот это ты хотела? Ой, это просто счастье какое-то. Юля, спасибо тебе огромное, преогромное, что ты прислушалась к моей просьбе. Ну, сейчас покажу. Ну, вот два растения в одном горшке. Везде растущие корни. Горшки, корни, ну, немного они есть. И вот она посажена и кора, и, как всегда, вот этот вот, он видно, корни, да? Здесь просто водоросли. Господи, дробленые вот эти корни папоротник. Вот, посмотрите, везде растущие корни. Ну, и сейчас покажу. Вот. Это Доретинопсис Аида. Я не знаю. Я до того рада. Это просто не передать. Если все орхидеи приходят всегда лежа в коробках, то эти пришли вот на палетах. Без упаковки. Это моя Аидушка пришла без упаковки. На таких картонных палетах. Ну, посмотрите, какая красота невозможная. Я вот, опять к тому, если что, чего-то хочется. Надо потерпеть, и оно придет. Потому что, если бы я купила в подросткам, я бы ждала и ждала, когда она зацветет. А тут сразу вот такая вот красавица. Ну, вот. Теперь у моего сапфирика есть подружка. Такая прелесть. Цветочки, ну, крошечные. Куда-то летящие крыльями назад. Ну, вот такая вот. Кстати, девочки, мальчики, кто живет в Сочи, там вчера оставалось еще две. Эти самые Аиды. Юля мне сказала, вляпала меня в эту историю. Теперь продавай. В общем, если есть желающие, я все равно знаю, кто вот такой же арханутый, как я, желающие есть. Ну, вот таких две красоты. Ну, и теперь... Я вчера, когда снимала обзор, некоторые орхидеи даже не попали, потому что у меня в душе были чувства, таких мы всегда испытываем радость-восторг, а тут, понимаете, случилось вчера исполнение сразу нескольких желаний, прям очень больших, что не пришлось покупать то, что просто понравилось. Понравилось-то много чего. Так, я сейчас поставлю вот такой вот горшок керамический, потому что другая орхидея. Она просто не стоит, не держится. Ее придется держать, надо будет для нее купить кашпо керамическое. Вот это вот прям моя, ну, очень уж я хотела, я очень сильно хотела, сейчас я ее... неудобно мне ужасно, она падает, и я боюсь, она меня сломает эту мою орхиду. Так, вот так. Вот. Это котлея, тяжелючая, не стоит вообще, у нее есть корни, сейчас я ее вот так достану из горшка, посажена она в кору и мох, вот. Вот, кора, прям архиада и мох. Ну и сейчас я покажу, это вообще моя большая, я вообще, если честно, не очень, как бы, хотела котлею, а когда я увидела желтую, я поняла, что я прям хочу желтую котлею. Желтая котлея, моя мечта. И у нас в Сочи никогда, ни разу мы не получали котлей. Я уговорила Юлю, говорю, давай закажем, ну, давай закажем котлеи. Вот, и она заказала микс. Котлеи, теперь у меня есть вот это желтое чудо, она пахнет, она очень пахнет, пахнет нарциссом. Вот аромат у нее, в этой орхидеюшке, похож на нарцисс. Вот такое, вот такое растение мощное. Вот такой садовник, вот такой вот какой-то. Вот здесь у нее есть растущий рост. Вот, она с дороги, конечно, уставшая, хотя везли их стоя. Я ждала, я сразу желтую котлею поставила на бронь. Не могу, вот она с этой стороны вот такая салатовая. А там вот она, вот, желтая. Красота. Сказать, что я рада, ничего не сказать. Что вчера, когда я снимала обзор, у меня все равно все мысли были там. У этой вот, ну, конечно, она немножко с дороги покоцанная, растение тяжелое. Вот, вот такая. Я померила, у нее цветок почти 14, да, 14 сантиметров. Там же выгнутые лепестки, не хотелось поломать. Ну, вот, красота. Красота, не то слово. Красотища. Мне сегодня утром смотрела у Ани обзор с канала. Ой, господи. Вспомню, скажу. Вот у нее распустилась орхида. Я вот представляю, что чувствует человек. Ну, красавица котлея. Просто красавица. Ну, и это еще не все. Это еще не все. Извините за мои какие-то сегодня долгие похвастушки, потому что у меня есть еще одна красота. Вот это я вообще не ожидала, но устоять я перед ней не смогла. Гляньте. 15 сантиметров цветок. Это при том, что я не выпрямляла лепестки. Вот такая. Вот желтый цвет камера вот почему-то съедает. У нее ярко-ярко желтая середина. Вот пришло шесть котлей. Все разные. Желтую я хотела. А эту я еще на тролле. Когда все было закрыто, затянуто полиэтиленом и картонами, которые держат, я увидела в нее край. Она оттуда светится своим сиреневым цветом. Я вот поняла, что я просто без нее не могу уйти. Я стояла и думала отказаться от желтой, взять эту. Ну вот, с котлеями я теперь уж точно. Мечта моя исполнилась. Желтая котлеюшка. Вот она. И даже больше. Вот у этой розетка поаккуратнее. И она вот в непрозрачный горшок посаженная. Тоже мох, кора. Вот. И я почему-то, пока они были в упаковке, я сняла утром сегодня упаковку, я думала, что... Они политые. Нет, сейчас буду подпаивать, обрабатывать. Вот она стояла на лоджии с открытой фрамугой. А аромат был на всю комнату, даже в дальний угол. И она очень нежно пахнет. У нее очень сильный запах, но он не напрягает. У нее нежный аромат. Вот такая красавица. Смотрите, какая у нее эта губа. Ну вот. Вот такие у меня чудо-новинки. Я еле свои эмоции собрала в кучу. Вот все-таки, да. Иногда стоит подождать, потому что я так хотела желтую котлею. Все охотилось. Мне не попадалось в желтой котле. А если попадалось, это крошечный подросток, который надо было растить несколько лет. Вот. Теперь у меня есть три котлеи. Оранжевая, желтая, розовая. И, пожалуй, с котлеями все. А всем большое спасибо. Всего всем доброго. Если мы чего-то хотим сильно, оно все равно у нас будет. Даже вот, пожалуйста, дарикенопсисаида, которого я все равно бы рано или поздно купила, если бы не нашла подростки. Вот теперь он у меня есть. Вот такой. Вот такой шикарнючий. Всего всем доброго. До новых видео. Пока-пока.